Смена всей четверки проходит у Ухты, Иванов, Кравцов, Смирнов и Севец. Очень неплохо вчера Алексей Иванов вошел в игру. А вот и первый мяч в сегодняшнем матче и забивает его, если я не ошибаюсь, португалец Жуэл, как и накануне он открывает счет. Талис, вот как раз против него Иванов. Талис на паузе проходит, прострел и счет становится 2-0. Поднялась на две строчки вверх и с 12-го места переместилась в 10-е. Ну а кинцы, соответственно, были до вчерашней игры на 11-й позиции. Сейчас замыкают таблицу, а счет становится 3-0. И делает счет 3-0 Виктор Прокушев. Буквально расстрелял он ворота субборной дистанции. Из нижней шестерки вытащил мяч. Сейчас еще раз Каданев будет наносить удар. Выдерживает паузу. Бьет с носка, попадает в штангу. И мяч предательский от спины Артема Салахова. Проверенная практика. Ситуация, когда соперник начинает использовать пятого полевого. И есть преимущество в счете. Успеет убежать Талес. Да, успевает. Ошибаются хозяева при розыгрыше пятого. И бразилец на... Затем у Ухты вообще очень насыщенный график. Ждет. Ухтинцев. Шестой мяч влетает в ворота. Ухты в пустые ворота ухтинской команды. И забивает этот шестой мяч португалец Жоэл. Ему удается не всегда. Конкуренцию за место в составе. Не отказался Виктор... Александр Викторович Фролов от игры с пятым полевым. И... Возможно, что я еще все-таки поторопился. И... Тут и Каданев сам может ударить. И Прокушев разбежался. Серьезно. Каданев прошивает. Он стенку прошивает руки Артема Салахова. И забивает седьмой мяч в сегодняшней встрече. 7-1 в пользу новой генерации. И сегодня... Не позволяют такой... Вольго... Вольго... Не позволяют. Вольности в обороне. А вот впереди у Сагдакар сегодня получается много. И... Мячи влетали и в защищенные ворота. И в положениях. Павел Гордюков вновь на паркете. Вновь наигрывают. И забивают, забивают. Комплекс в Ухте до этой смены. Сейчас и он в игре. Гор и гол. Кузьминых с носка пробивает. И мяч после небольшого рикошета. Влетает в ворота Александра Кригера. 3-8. Кузьминых с носка. Кузьминых с носка.